Молодая мама счастлива, ее близнецы рядом. Роды у жительницы Туркестана начались преждевременно. Благодаря опытным специалистам и оснащенности перинатального центра, современным оборудованием жизнь малышей Хасана и Фатимы сейчас вне опасности. С большой любовью и благодарностью женщина будет вспоминать врачей и сестер, которые помогли ей в этот непростой период. Спасибо Всевышнему и, конечно, нашим врачам, всему медперсоналу за то, что мои дети со мной, они живы и здоровы. А то, что они совсем крошечные, не страшно. Выходим малышей. Благодаря заботе и любви они наберут вес. Меня здесь научили ухаживать за недоношенными детьми. Выпишемся, вся семья будет помогать. И медицинские работники всегда готовы помочь. Технологии выхаживания растут стремительно. Аппараты ИВЛ для недоношенных, прозрачные инкубаторы, поддерживающие внутри оптимальную освещенность, температуру и влажность, создавая условия, приближенные к тем, что были в утробе матери. Недоношенный ребенок требует особого ухода. Забота и помощь понадобятся и мамам малышей. Это отделение второго этапа выхаживания недоношенных детей и патологии новорожденного. Это отделение рассчитано на 45 коек. Значит, в основном у нас лежат дети недоношенные. Дети, которые переводятся из детской реанимации, с отделения. Вот, например, за 11 месяцев этого года через наше отделение пролечилось около 2700 детей. Без них 400 – это недоношенные дети. По мнению специалистов, чтобы родить здорового ребенка, родители должны сначала пройти обследование. Еще один важный шаг – это планирование семьи. Некоторым женщинам по здоровью нельзя рожать, но, однако, они беременеют. Сейчас у меня на приеме роженица с сахарным диабетом. Чтобы спасти ребенка, придется делать операцию. Очень много у нас беременные с анемией. Я бы посоветовала мамам планировать семью, пройти полностью обследование, укрепить здоровье и рожать. А то у нас на юге есть женщины, которые рожают каждый год. Так нельзя. Если хотите родить здорового ребенка, позаботьтесь о себе в первую очередь. Для сохранения здоровья матери и ребенка в областном перинатальном центре работает около 500 сотрудников. С начала года здесь родилось 9,5 тысяч малышей. За один декабрьский день на свет появились 40 детей. К нам в областной перинатальный центр поступают роженицы не только из города Туркестана, но и из Сузакского, Сауранского и Утрарского районов, а также из города Кентау. У нас за сутки родились 40 деток. В здании областного перинатального центра сейчас ведется капитальный ремонт. Значит, и все виды медицинских услуг для мам с детьми будут на качественно новом уровне.